Всем привет, уважаемые зрители и подписчики! С вами Крестоносец, и сегодня я представляю вашему вниманию видео из игры Ром 2 Total War. Бой 2 на 2 совместно с Ягмортом в онлайне против людей. Экспериментальная тактика. В этом бою он взял исключительно одну пехоту, фалангу из пикинеров и три отряда щитоносцев для прикрытия флангов от атак с тыла противников. Я взял исключительно одну конницу стрелковую, элитные отряды, знатную конницу. Я играю за Армению, Ягморт играет за Македонию, против нас Македонец и Римлянин Арсон 0.1 и Якоб Милс 2000. Вот так вот. Такие вот против нас товарищи. Давайте посмотрим, как это было. Не повезло мне, как видите, набрал Македонец тоже дохренище просто конных отрядов. У него здесь элитные конницы, аристократы, конницы с мечами, гитайры с эти наемники, с копьями. Копиметатели целая куча. Есть и гоплины ливийской пехоты, плюс он им еще и добавил дополнительного опыта. Это стоит определенное количество ресурсов, но это того стоит. Видите, у меня одни лучники и один отряд тяжелых катафрактов. Что из всего этого получилось, вы увидите в ближайшие 11 минут. Им настолько шел этот бой. Это конница великолепно сражается и в ближнем бою, и на дистанции, но, конечно, использовать ее нужно прежде всего для обстрела противников с большого расстояния. После того, как они дают залп луками, они могут сразу же отступить, быстро перегруппироваться, переместиться на другую часть поля боя, где нужна их помощь. Но, сами понимаете, наличие такого огромного количества конницы не позволило бы мне расстреливать пехоту македонца. Я как вообще планировал? Думал, что македонец наберет либо фалангу, либо всяких там мечников. Я просто расстреляю его с помощью своих конников. Но получилось так, что он, не знаю, то ли телепат, то ли у него постоянно такая тактика. Он набрал, в общем, очень много всадников. И всадников именно ближнего боя тяжелую конницу, что накладывало определенные коррективы на мая с ротейкой на бой. Бой проходит в довольно живописном оазисе на фоне египетских пирамид. И кто победит, на ваш взгляд, решать спешите на вам. Я иду на них. Очень такой типичный момент. Огромные орала конников, закованных в лады кони, надеты на них кольчугами. Заметьте, кстати, надеты кольчуги только на переднюю часть коня. Задница у них открыта. Знаете, для чего это сделано? Для того, чтобы не бежали. Конница не отступала. То есть показывая зад противника, она автоматически становилась легкой мишенью. И посмотрите, обрушиваются на нас. Вражеские войска. Падают они под этим обстрелом. Давайте переключимся на другой отряд поближе. Видите, я стреляю, попадаю. Падает один за другим. Садник. Пидонцев. Но их слишком много. Так или иначе, приходится их встречать. Один отряд я оставляю для того, чтобы он вступил в рукопашную. Всеми остальными отступаю. Ибо необходимо обстреливать. Приходится их на дистанции. Ну и к мордам пока приближается еще к римляне, но ничего интересного не наблюдается. Поэтому посмотрим за противостоянием Маим и Хитонца. Прекрасно сражается эта знатная конница Армении. И в ближнем бою, и в дальнем. Но это все-таки стрелки. В ближнем бою не так хорошо обучено сражаться, как в дистанции. И против фисалийской конницы шансы их примерно равны. Но их очень много. Навязывают они ближним бою неским моим отрядом. Остальные отходят назад. И как видите... ...расстреливают. Расстреливают. Вражескую конницу, не давая ей... ...в походе себя чувствовать. В бою один на один с моими знатными стрелками. Так, на другом фланге закипает бой. Игморт здесь приближается... ...к римляне нам. Точнее, даже он уже не приближается. Первый с троих он прорезил. Видите, трупы валяющиеся перед его фалангой. И свидетельствует о том, что здесь полегло немало народу. Но его обстреливают лучники. И плюс этот паразит взял римскую баллисту. Да еще и прокачивает до четвертого ранга. Дело в том, что мы договаривались до начала боя, что играем без артиллерии. Там спрашивали у меня, какие правила я говорю. В общем, без артиллерии. Ну, арти. Артиллери. Окей, окей. Все согласились. И вот, пожалуйста, он берет римскую баллисту. Ну, что за скотина? Я не знаю. И не кикнуть его никак. И никаких санкций к нему не будет. И в то же время он ломает бой. То есть, если бы на то пошло, то все бы взяли тогда по отряду. Либо баллист, либо анагар. И перестреливались бы. И там противник шевелился. Ну, в принципе, ему это пока не сильно помогает. На другом фланге я помогаю. Здесь опять же Игморту вешу конницу римлянина и не даю атаковать его с фланга. Игморту продолжает с флангой давить. Игморту продолжает с флангой давить. И она по нему наваливает. И плюс еще и лучники. И не могу ничем ему помочь, потому что вся моя конница занята. Видите, здесь повязали несколько отрядов. Несколько отрядов я вынужден оставить для того, чтобы они обстреливали. Сзади вражескую кавалерию. Но отступают, отступают римляне под натиском знатных всадников, знатных стрелков. Если вы попадаете в такую ситуацию, что противник навязывает вашим стрелкам ближний бой, один отряд оставляйте, два отряда отводите. То есть пока в ближнем бою вяжут ваш один отряд вражескую конницу, два остальных будут стрелять и убивать с дистанции лошадей. Почему конники, точнее стрелки эффективны против кавалерии? Это потому что они стреляют не только в человека, они стреляют еще и в лошадь, не только в садника, но и в коня. А если кони без каких-либо кольчуг или лац, броник, стрела в грудь, конь падает, соответственно, садник падает вместе с ним. И минус один от противника, я тоже считаю, что обычно лошадь таким образом садник удавила. Гигморт продолжает здесь держаться, я продолжаю здесь гоняться за вражскими лучниками. Крушусь на них уже в режиме ближнего боя, мечников пытаясь здесь опять же закрутить, завертеть. Раскатывая лучника, повторяю, что знатная армянская конница стрелковая умеет хорошо драться и в ближнем, и в дальнем бою, но в основном я прорывался здесь на помощь к Игморту, которого начали обходить с тыла. Забрушиваюсь на гитайров, щитоносцев, не давая сзади атаковать беспрепятственные Игморты. Здесь меня не разбили, я просто здесь перегруппироваюсь. Потерял, да, много войск, но многое выпилил у македонца, из его кавалерии, из его пехоты. С другого фланга я обхожу, разобравшись со всей кавалерией Римлянина, обрушиваясь на его артиллерию и не сядя за генералом, делегатом. Падают наши противники практически в окружение. Ну вот, и артиллерия гаду не помогла. Римлянин не соблюдал правила боя, и за это был наказан. Его результатами мы начинаем побеждать. Здесь я делаю то, что я делаю обычно. То есть я окружаю противника, мы берем его в кольцо, и сейчас просто добьем, как мишени в тире, мои коники окружают с двух сторон, неповоротливых инженеров и фонницу, которая оказывается между молотом и наковальней. И просто, посмотрите, берем в такой квадрат и расстреливаем их со всех сторон. Безжалостно. Со спины, с тыла, со лба. Вот так вот экспериментальная наша тактика увенчивает с успехом. Гранатные прикрытия друг друга, своевременные. Ну и великолепная игра фаланг и гморда приносит определенные плоды. Я расстреливаю их стрелами, причем каждая стрела попадает практически, находясь в свою цель. В такой толчей она может попасть и, конечно, войска гморда, но все-таки 90% стрел попадает по врагам. В общем, все, все разбиты. Остается всего лишь один отряд командира легата. За ним я и гонюсь. Потому что, понятное дело, что он не догонит, я и гморда его своими пикинирами. Он отступает, но понимая, что я его догоняю, мои конники быстрее, он идет на таран. Последний рывок. Складывает замертво его всадники. Кровь льется на песок пустыни Каракумов или Сахара. Я не знаю, где именно проходил этот бой. Ну, в общем, такая вот победа. Используйте данную тактику в онлайн, если вы играете. Не берите никогда исключительно только одну тяжелую кавалерию. Она очень неповоротлива. А вот кавалерия из стрелков при поддержке именно фаланги с фланга, с тылов, не давая обойти противнику вашего союзника, увенчивается вот таким вот успехом. Бой получился еще довольно сложным из-за того, что и у македонца, и у римлянина было огромное количество кавалерии конницы. Мне пришлось разбираться с ней, не смог от них оторваться ото всех одновременно. И, соответственно, поэтому потери были довольно-таки большими. Если бы было много пехоты, стрелков бы у македонца и у римлянина, то, думаю, что без проблем бы я смог с дистанции их расстрелять, даже не сближаясь, а потом уже уставшие, измотанные их силы добить в ближнем бою, ударив, когда ягморт бы навязал им сражение фалангой. Ну что, давайте посмотрим на результаты. Ягморт набрал аж 1600 человек на этот бой, 1167 уничтожил, 719 уничтожил я подразделение, но учитывайте то, что я воевал в основном с конницей, а не с пехотой, если бы я стрелял по пехоте, убитых было бы гораздо больше. Но я выполнил свою миссию, я не дал с фланга обойти огромную вот эту вот араве конницу фалангу ягморта, прикрыл его, ну и в конце помог разобраться уже с пехотинцами, которых зажали просто мы со всех сторон. У меня было войск мало, 680, но учитывайте, что это была одна кавалерия. Арсон, 01, македонец, 644, подразделение уничтожает. Якоб Милс, предатель, который, можно сказать, взял римскую баллисту в обход правилам, набрал кучу легионеров, стрелков. В принципе, войска-то он взял неплохие, из-за исключения вот этих вот вигилов. Непонятно, зачем он взял городскую стражу. Мог бы взять лучше триариев, они намного там стоят дороже в наеме, просто бы опыты им не прокачивал бы каждому отряду. И они были бы гораздо более эффективны. А так он четыре отряда слил на фаланге и потом Ягморт уже его продавил дальше. Он поплатился за то, что нарушил правила. Его римская баллиста не сильно ему и помогла, всего лишь 56 человек она уничтожила. По сути, был бесполезный юнит. Ну вот результаты Ягморта. Фаланга прекрасно себя показала. Несколько отрядов уничтожили больше сотни человек. У меня коники всех, все отряды примерно ровно отыграли. Тут по 50, по 60, но некоторые чуть меньше, чуть больше, но в целом отлично армянская знатная конная араба Ватага себя продемонстрировала, показала в этом бою. Ну что ж, следующее сражение нас просили с Ягмортом провести против компов осаде. осаде. То есть мы штурмуем захваченный врагами город. Не знаю, какие мы нации возьмем для этого штурма. Вчера попробовали сыграть с осадными орудиями. Получилось слишком просто. Мы победили, практически половину армии компов мы перебили на стенах, пока они там стояли баллистами, анаграми, тяжелыми анаграми. Поэтому попробуем провести бой без использования осадных орудий с помощью только башен, лестниц, таранов. Что из этого получится вы узнаете, посмотрев следующее сражение. Ну и, конечно же, мой бой ответный, когда я буду штурмовать город, занятый компом. То есть комп уже меня штурмовал при обороне. Теперь я уже буду его штурмовать, осаждая. Все это будет на канале. Оставайтесь как бы вместе с нами, вместе со мной. Будет еще много всего интересного. Если видео вам понравилось, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписан. Ну и оставляйте под видео свои конструктивные комментарии, что вы думаете об этом бою, о нашей тактике, ну и о том, как, допустим, я отыграл исключительно одной конец или, может, отыграл исключительно одной своей фалангой. На этом все. С вами был Крестоносец. Всем удачи, до новых встреч. Пока.